Сегодня мы встречаемся с художником-постановщиком, художником по костюмам, живописцем, удивительной женщиной Валентиной Александровной Плавун. Валентина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. А я встречаюсь с Натальей Костылевой, которая занимается всей культурой в журнале «Стена». Всей культурой, кстати. Да, да. Человек, который рисует портреты, он должен разбираться в психологии, он должен знать человеческую конституцию. И вот твои портреты, они... Это та классическая школа, которую в какой-то мере сегодня утратили. Любят, конечно, импрессионистов, но, извините меня, как женщину, я бы не разрешила им себя рисовать, потому что подмышкой нос. Ну, это для нас не совсем красиво. Твои портреты — это и красота, и психологизм. Как ты ловишь это? Как эту интимную искру поймать? И как потом всё-таки упросить человека, чтобы на выставке этот портрет был представлен? Потому что это интимно. Не все хотят. Здесь процентов 70 — это портреты с моей коллекции. Если бы выставить те портреты, которые я писала на заказ для людей, то была бы гораздо больше выставка, и потом не все соглашаются это делать. По причинам того, что есть люди публичные. Для того, чтобы написать портрет, с человеком надо, конечно же, хорошо познакомиться, выпить чашечку кофе, может, даже и не кофе. У Звара. У Звара, да. Лучше, когда он приглашает к себе в гости, потому что человек там раскрепощается. Когда приходят сразу в мастерскую, и там сел писать портрет, вот так вот сидит, зажался весь такой, кондовый, ну расслабься. Нет, ну никак. Это только Лариса Валентиновна может прийти так красиво, встать сразу, вот, как? Вот так вот. Ну она тебя тоже знает. Ну мы сто лет уже с ней знакомы, да, и как бы тут уже, это уже было как все очень органично, и это как просто как вдохнуть и выдохнуть. Детейный портрет, и он стал вот у нас на обложке. Да, а что касается вот заказные, это надо с человеком познакомиться, надо сделать какой-то предварительный эскиз, чтобы хотя бы несколько сеансов человек попозировал, потому что я понимаю, что сейчас в силу занятости людей не все могут тебе сидеть так, как ты хотел бы. Я бы хотела, чтобы так сел человек, и на часика три там застыл, вот как дети мои сидят. Вот детей я люблю, хотя они жалуются, что я их мучаю, вот, но когда у меня нету заказов, пишу детей своих. Благо они так растут, по возрасту меняются, зато у них уже будет коллекция своих портретов, и они будут видеть, как они росли. Вот другие люди, они не могут так сидеть, как дети. И вот, конечно, что личное общение. Я потом очень долго думаю об этом человеке, я его анализирую. Ну и костюм же тоже ты подбираешь. Да, бывает по-разному. Люди приходят и говорят, вот я хочу так-так. По факту показал, он говорит, ой, да, это хорошо. Вот даже не спрашивает. Думаю, если скажет плохо, перекрашу в другой цвет, ему так, как захочется. Потому что портрет это, это не просто какое-то, знаете, вот фотография. С уважением к фотографии отношусь. Тоже художники, тоже делают потрясающие вещи. Но это не в обиду сказано. В портрете ты можешь поменять практически все. Ты можешь поменять и позу, и платье, и фон. И хотя с нынешней возможности фотографии тоже можно, но у художников все-таки больше возможностей. Потому что все, что у тебя есть в голове, ты можешь кинуть на холст. Ты придумываешь и ты создаешь вот как бы вот этот образ человека, с которым ты познакомился, который у тебя заказал, на каких-то эмоциональных, на каких-то тонких, просто вживаясь в этого человека, чувствуя, понимая его какой-то взгляд. У меня даже было, у меня заказали взрослому мужчине, дедушке двух внуков, заказали портрет ему на юбилей большой, с внуками. Но дедушка не то, что не мог позировать. Он даже не знал об этом. И вот когда пришли заказывать, принесли, он даже не любил фотографироваться, принесли какие-то фотографии. И мы, наверное, полдня сидели и мне о нем рассказывали. Чтоб ты поняла биографию. Да, я говорю, вы мне расскажите о нем все. Вот какой он, что любит, чего не любит. Вот он такой, какой он, в принципе, вот каким я его почувствовала, я его таким и написала. Это был такой юбилейный портрет, первый-единственный раз, когда было написано четко по фотографии, даже не общаясь с этим человеком. Но с биографией живой. Да. Театр, помимо того, что ты, благодаря ему изучила психологию, это тебе помогает в твоей живописи и в портретной в том числе, он еще и дает тебе возможность руками там делать маски. Ты же делаешь маски, игрушки, а шляпки. Да, да. Это, конечно, вот, ну, это такие уже и сдержки театра, потому что когда ты театральный художник, и мы же там в институте, мы делали макеты, мы-то все вот эти игрались, как мои сейчас дети приходят, вот там они видят у меня там эти стульчики, шкафчики. Когда они маленькие приходили, они просто были в восторге. Вот стоят на полочках, вот это все маленькие шкафчики, рояльчики, креслица, домики всякие вот эти заходили. А когда в макетную заходили, стояли уже готовые макеты, вот прям сценография. Они вот там, когда человеку там 5-7 лет, и он становился вот так вот, глаза вот такие вот, и это все еще можно руками было потрогать, потому что, ну, я же бы разрешала это все. Это был, конечно, восторг. И они вот приходили, они думали, что я, что это для меня игра. Я вообще не работаю, я получаю день, играюсь, и за это деньги вот так вот. Вот это вот такая вот у мамы работа. Она себе тут играется, в куколки рисует какие-то костюмчики, там вот это тулят, лепят. Да, куколки наряжают. Да, я стала делать перед Новым годом елочные игрушки. И их делала с разного, как бы с разного материала. Даже если из пенопласта брала хороший острый ножик, пенопласт вырезала форму, там это все какие-то присы, из вот этих вот пластик одела всяких балерин, одевала их в какие-то там платья. Ты видела там какую-то красивую бабочку, как бы как с колготок, вот они проволокой обтянуты, там какие-то камушки приклеены. Вот точно так же колготки покрасила. Наши такие женские, да? Наши женские капроновые. Покрасила с проволоки, каркасы, все это понатягивала, камушков понаклеивала. И маски точно так же вот. Маски венецианские, которые были на выставке передвижников. Это что же ты сама делала? Да, да, да. Делал саму форму скульптор, а папье-маше уже как бы по форме, делала я папье-маше полностью. Уже там зашкуривала. И, конечно, всю красоту, которую там раскрашивала, расписывала тканями, перьями. Вот это все уже как бы фантазировала я. Вот, как говорится, из того, что было. Когда у тебя, когда ты в мастерской, там, понимаете, вот приходишь в пошивочную, там шьются какой-то костюм из какой-то безумно дорогой парчи. Ты всегда можешь маленький кусочек, который они там выбрасывают, взять себе. И тебе ничего не надо идти покупать, у тебя все под рукой. Ну, тут сам Бог велел что-то с этого лепить, тулить. Потому что у тебя, ты видишь вот какие-то, у тебя сразу какая-то фантазия возникает. Если бы, конечно, в сутках было времени чуть-чуть побольше, там, 48 часов, то, наверное, мы бы еще больше, потому что планов, с чего, что делать, конечно, масса. И это воплотить, какие-то есть все-таки приоритеты. А учитель у тебя по маскам, по папье-маше тоже же была знатная женщина? Вера Семеновна, они с мужем, я даже сейчас фамилию не вспомню, потому что это было начало 90-х, вот, они еще до войны вместе с мужем лепили папье-маше вот эту всю лепку, которую у нас в зале, в зрительном. Это вся лепка, это все сделано ими, двумя. Они вот это все делали папье-маше, и это все клеилось, как бы, на стены, вот, или не все, или-то местами реставрировали, но это были мастера неимоверные, которые посвятили всю жизнь театру. Понимаете, когда человек посвящает жизнь театру, это, ну, во-первых, что он, правда, он это не делает, а он как-то, вот, когда ты смотришь, кажется, что оно как-то само у него из-под рук рождается, да, вот, он ничего не прикладывает усилий, там. Как у тебя так, я это видела. Наверное, иногда вот, как бы, есть, когда у тебя что-то не получается, и ты там мучаешься, страдаешь, и добиваешься, чтобы у тебя это получилось, да, это, как бы, бывает, ну, а вообще, это, конечно, как дыхание, это то, без чего ты жить не можешь, можешь, это как воздух, это, хотя иногда, вот, я там, сейчас меньше стали, люди покупайте у художников живопись, я вас умоляю, покупайте, покупайте, они и так придут, придут и купят, да, вот, потому что, когда у тебя много стоит работ, и ты уже понимаешь, что вот, еще чуть-чуть, и надо какую-то еще одну мастерскую, чтобы это все складывать, и ты ставишь холст, и опять пишешь, и думаешь, елки, куда поставить уже, там, или кому это надо, на выставку, а потом, да, а потом ты думаешь, ты это делаешь, значит, кому-то это надо, значит, кто-то, когда-нибудь будет этому радоваться, и где-то это будет, какое-то, знаете, вот, ну, когда, как ходишь в музей, и, и, читаешь там историю о художниках, кто-то там вообще и не доедал, и не продавался всю жизнь, или за жизнь там одну картину продал, а сейчас это стоит, какие-то там неимоверные деньги, вот, ты, наверное, понимаешь, что история расставит, ведь художник, он работает на вечность, это правда, и история, скажем, люди, потом расставят все акценты, и твои работы займут нужную нишу какую-то, и это будет уже там искусство такого-то периода, и ты понимаешь, что ты, наверное, выбран, вот, ты должен это делать, если тебе это еще и приносит радость, если ты от этого кайфуешь, и вместо, скажем, там, какой-то куска колбасы, ты что купить, вот это, или вот эту красочку, которая мне вот, она нужна, и вот там, я понимаю, сейчас сирень пойдет, несколько фиолетовых, ты понимаешь, да, это все подождет, ну, хоть стройней буду, как говорится, но краску ты все равно куй, потому что это важнее, сейчас весна, как пойдет все, вот это вот, и там надо ставить холсты, писать, думаешь, ну, сколько это уже сирени, сирени мало не бывает, ребята. Сколько ипостасей у Валентины Плавуна? Вот я насчитала, живописец, художник по костюмам, в чем-то скульптор, прекрасная женщина, что еще? В принципе, я считаю, что я как художник, я, наверное, могу все, вот, ну, так, наверное, это как-то громко, вот, все могу, мне все интересно, ну, во-первых, я театральный художник, вот это пространственное, вот это, я все чувствую, и все, как бы, и все понимаю, и мне все интересно, все абсолютно интересно, любой материал, пастель, акварель, масло, там, и гуашью работала, и всеми вот эти, и сэпи, и сангины, кофе, все, что угодно, все материалы, я обожаю это все, всегда думала, дети подрастут, вот я как бы, да, уже дети подросли, я могу больше отдаваться, и сейчас у меня стало и больше работ, больше выставок, конечно, когда дети были маленькие, и особенно, если много постановок в театре, то у холста ты стоишь реже, и от этого ты безумно страдаешь, а сейчас у меня страдание только от того, что я хочу еще больше, хочу успеть, и это, и то, и нагрунтовало, и вот как бы много замыслов, много всяких проектов в голове, и я понимаю, что я все успею, потому что, вот когда у меня нету спектакля в театре, как-то вяло пишется, вяло пишется, вот оно пишется, вот, ну не так быстро, когда есть спектакль, ты понимаешь, вот там тебе надо побежать, и примерку провести, и надо еще постоять у холста. И ты быстрее все делаешь. И ты, да, и тебя как бы, знаете, вот пропирает, наверное, сжимается как-то время, вот ты за час делаешь то, что ты как бы в вальяжном состоянии, делал бы, за полдня. И иногда ты так, даже уже так в сумерках, что ты так думаешь, вот эта красочка осталась, надо ее положить, там засохнет, там использует, как бы, ее надо сюда, вот как бы так, ты утром приходишь, думаешь, ну это же трогать нельзя, это же уже все, оно же уже тронешь, оно же будет, уже испортишь, понимаете, вот на вот таких эмоциях, на таких ярких, сильных, вот оно и хорошо получается. Когда ты там продумаешь, так подошел, отошел, там сел, подумал, оно тоже хорошо, но оно как-то вот не так ярко получается, эмоционально, вот точно так же, когда ты к цветам подходишь, что там тюльпан, или какой-то цветок, ты понимаешь, через два дня его не будет. И вот это вот за день ты должен взять мастихин, вот между каждым пальцем кисти, вот это все, вот это все вот просто, чтобы это схватить, вот какие они сегодня, они завтра будут другие, уже листики скрутятся, и цвет поблекнет, и все, надо, чтобы перло художника. Ура, вот так мы поймали вечность, Валентина Плавон. Художник, он работает на вечность. Это правда.